Рак мочевого пузыря 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 мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, а также частотой возникновения его рецидивов. Целью исследования было разработать новые подходы к ранней диагностике и оценке выживаемости у больных рака мочевого пузыря на основании данных молекулярно-генетического анализа полиморфизма промоутера гена BRC5, отвечающего как раз за синтез белка сурвина. Задачи нашего исследования входили оценить наличие взаимосвязи генотипа сурвина с раком мочевого пузыря, сравнить пациентов с различным уровнем инвазии опухоли, оценить трехлетнюю безлицидивную выживаемость и оценить клинико-морфологические и аномистические характеристики больных. Наше исследование стартовало в 2021 году, продолжается, но есть уже ряд заключений и выводов, которые как раз сегодня я хочу вам показать. Критериями включения являлись возраст старшего 18 лет, подписание информированного согласия, морфологически виресированный рак мочевого пузыря от мышечно-неинвазивных до мышечно-инвазивных форм от ТНСИТа до Т3. Критериями исключения являлись отказ пациента участвовать в исследовании, наличие тяжелой сопутствующей патологии, злокачественное образование других локализаций и распространение опухоли за пределами мышечно-слоя мочевого пузыря. На данном слайде представлен схематично дизайн нашего исследования. Всех пациентов мы разделили на две группы. Это группа исследования больные, 291 человек, и группа контроля, то есть пациенты, доноры с доказанным отсутствием злокачественных наобразований. У группы исследования мы оценили клинико-морфологические и аналистические параметры. У всех пациентов мы забирали кровь и выполняли молекулярно-генетический анализ полиморфизма промоутера гена МРС-5 в плазме крови. Далее наблюдали за пациентами в течение трех лет. После этого полученные данные подвергали статистическому анализу. Популяция пациентов выглядит следующим образом. В группе исследования находилось 291 пациент, 79 женщин и 212 мужчин. В группе контроля 183 здоровых доноров, 40 женщин и 143 мужчины. Как видите, группа исследования и группа контроля были сопоставимы по полу и возрасту. По гистологическим данным, у подавляющего большинства пациентов был диагностирован переходно-клеточный вариант опухоли и реже уже встречались более атипичные гистологические формы. По степени дифференцировки чаще всего встречался умеренная степень дифференцировки опухоли. По стадиям с заболеваниями также преобладал немышечно-инвазивные формы раково-мочевого пузыря в более чем 70% случаев и реже уже мышечно-инвазивные, что соответствует, в принципе, клиническим характеристикам пациентов в реальной практике. Из материалов мы использовали образцы крови пациентов. Пациенты заполняли индивидуальные опросники. Для оценки их данных использовались медицинские карты стационарного и амбулаторного больного, протоколы морфологического исследования операционного материала. О выживаемости мы судили с помощью ракового регистра пациентов и медицинской информационной системы больницы КУМС. Для выделения ДНК использовалась полимеразно-цепная реакция. Для оценки нуклеакидной последовательности промоутера использовали биолюминесцентный анализ. Данные ввели в программах Microsoft Excel, статистический анализ проводили с использованием всех современных стат-параметров. На данном слайде представлена схема твердофазного биолюминесцентного анализа продуктов пекста реакции, с помощью которой мы как раз и оценивали генотип промоутера сурвивина. Результаты. У нами был установлен так называемый защитный эффект генотипа ЦЦ. Данный генотип достаточно часто встречался в контрольной группе, то есть у здоровых пациентов в 41% случаев. У больных же данный генотип встречался реже всего. Кроме того, генотип GG мы выявили, что чаще встречался именно в группе больных пациентов. Но касательно вот этого вывода мы получили только статистическую тенденцию определенную. То есть, к сожалению, до конца не подтвердился данный вывод. Касательно безрецидивной выживаемости. У пациентов с генотипом GG и ЦЦ наблюдались ранние рецидивы в течение первого года, тогда как у больных с генотипом GG чаще регистрировались отдаленные рецидивы на втором, третьем году и после пятилетнего периода наблюдения. У пациентов с генотипом GC и ЦЦ более чем в два раза чаще встречался мультицентричный характер роста рецидивирующей опухоли. По эффективности внутрипузырной химиотерапии отказ от внутрипузырной химиотерапии для пациентов с генотипом GC повышал риск развития рецидива в 7 раз, тогда как при наличии генотипа GG только в 3 раза повышался риск рецидива. Наличие внутрипузырной химиотерапии было одинаково и эффективно и снижало риск рецидива в 2 раза для обоих вариантов нуклеотидной последовательности. Выводы, которые мы сделали на основании нашего исследования. Действительно, существует взаимосвязь между генотипом сурвина и риском развития рака мочевого пузыря. Генотип сурвина CC редко встречается у пациентов с раком мочевого пузыря, поэтому носит так называемый защитный характер. Генотип сурвина GG характеризуется более длительным безрецидивным течением и единичным характером роста рецидивирующей опухоли, тогда как пациенты с генотипом GC и CC склонны к ранним рецидивам в течение первого года. Отказ от нутопузырной химиотерапии у них более существенно повышает риск развития рецидива опухоли, а сам рецидив чаще носит мультицентричный характер роста. Требуется дальнейшее наблюдение за пациентами для получения данных о окончательной безрецидивной выживаемости. Конец запланирован на 2024 год. Более подробно ознакомиться с нашим исследованием вы можете в данных журналах. Благодарю за внимание. Готов ответить на ваши вопросы.